так ну кажись норм и давайте смотреть чё как и вообще чудом наличие карты чего означает красная хрень для начала красная хрень означает точку сэйва да будем познавать дзен прекрасно значит красная . это сэйв не знаю вам должно быть видно а чтение точки это телепорты если судить по карте то мне как бы вот можно чуть повыше и сильно сильно направо до попытаться выйти он там где черные переходы либо опять же направо и вниз ну собственно пойдем сходим посмотрим вспомним там вроде бы какая-то подстава была подставная то ли узкий проход то ли ищу куда с оттенок конечно же как же без этого так переход другую локу получается а тут и не могу броди потому что какая-то эта хрень которую можно вроде бы чем-то открыть наверное смотри-ка шигеля поднять нельзя сюда не пройду ниже есть точка сэйва еще есть вот прям самом низу если спуститься там еще что-то есть пойдем значит вниз теперь из-за того что на карту смотрю не смотрю на игру так тут направо потом вниз здесь был босс файт дивный тупик впереди так у нас сэйв значит а мне нужно налево до упора и потом вниз засоси я на что влияет уровень но статы увеличиваются урон ровно кстати смотри там чё-то чё-то открылась крыша сломалась секретный секрет или это просто ни на что не влияющая хрень прям как марио знаете ли очень немножко дамаг растет от лава лапа вроде как маны чуть побольше становится так а право вниз потом налево супер удар о чем не кстати а горячие пирожки точно так тут налево блин как эти чертовы бочки доджик жопа горит с них она тоже какая-то засадная засада была а тут была дверь которая не мог пройти и там типа босс файт но теперь-то я вроде как пятюна мне да это значит босс причем к этому босса я заходила с другой стороны обходя это все обходя это шелупонь на какой-то печать я не нашел здрасте здрасте объем мешка для пылесоса прокачивается уже прокачался на максимум сейчас можно вровать другой стороны тогда зайти к этой двери может быть там с дабл джампом чё-то что-то есть что-то есть что-то есть блин не перчатик немножко с другой стороны nice раб осталось сильнее бычка за пылесосить я за пылесосить тебя тоже кстати да точно сундук тут еще был с дабл джампом опаньки мою даже в кастлова не есть мимики я что-то тут сундук ни хрена не дропнул обычно в мимика хоть что-то было а тут прям целое ничего так дитян тнн блин так короче капец капец непривычно еще карманный оттенка романная ничего еще привыкнул так ниже хозяйственная тянка кстати сосет прям очень качественно так вот там вот квадратик еще есть когда не полутанный да там не пистолет сверху да а тут я переходил понасадят своих растений тянки потом пылесосить так то есть тут можно еще как-то наверх пройти да как в этом короче было показано что можно наверх попасть но никак не выпасть как в болин скажи так и я скажу боже стон шарде не можно все спалить собратной стороны когда можно боссу и даже отсюда я не попадаю никак не потому что опять нужно печать дальше вы не пройдете пока не заполните печати ну и куда тут еще можно сходить вниз глаза болят смотреть и смотри смотри какие нежные пошли глаза у них болят а тут отклятая дверь которая на три семерки открывается а денег у меня денег у меня ни хрена не этот самый 468 смотри на скримера а тут я не могу пройти потому что потому что вода и с обратной стороны я ж никак не могу нырять правильно пока еще нет какой-то секретной кнопки с которой я могу занырнуть еще блока ныряй так и чё тогда получается то есть тут я не могу никуда пройти если с обратной стороны зайду скорее всего там то же самое но там телепорт есть поблизости значит можно сходить еще направо вон там справа что-то не открыто и осталось не печать нужно чтобы этого босса победить блин а где-то печать криною знают я надеюсь что они за этой дверью которой нужно шикели подбирать что-то будет довольно подставно блин хочу душу этой морковки бешеной ну пойдем сходим на право тогда чё то есть там сверху закрыта другой стороны там вода кстати я еще не был это . своего давно мечтал о билде через пылесос но знаешь вот как только я увидел пылесос так сразу понял что это мой билд там еще и тянка в костюме горничной собственно чё еще надо разве что тянка вон которая на метле летает там точно шекели не кп точно шекели уже выяснено там нужно чтобы было семьсот семьдесят семь шекелей короче заканчивалась на семьсот семьдесят семь здрасте да здрасте о плюс кофе вот вот сюда типа ну а здесь почему не мог пройти потому что а потому что здесь стенка которая открывается с другой стороны тоже никак не пройти лево телепорт а совсем сверху и дальше нельзя делать этот жаль что нельзя делать пометки на карте томата по себе карты конечно хороша а вот то что ничего отметить нельзя принт зайти еще далековато конечно о великий страж вызывает великого стража его душа мне была нужна для того чтобы чё-то прокачать о вон убийца вообще клоун там норм был дай посмотрим на великого стража свич не выйдет как и сот наверно вон вон полна вон 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 по 35 дамажит хвост правда все равно лучше назначь на хвост лучше оттенка с пылесосом еще лучше с пылесосом слишком хороша как ты карту сделал смысле она по дефолту отображается летая чем отчет моя любимая тянь для фарма совсем понимаю в чем вопрос так и и отдельным окном захватил типа душа бешеные морковки мандрагора одна из самых сильных красных душ в игре насколько я помню лишняя морковка одна из самых вот туда такой слышал она вроде бы хороша у меня по сути просто дважды игра захвачена вот и все в одном окне основной экран в другом окне собственно карта все особо секретного так у меня игра на двух мониторах чес для бета под файндера да блин смысл а ну да тут узкий проход чем смысл идти в беты под файндера в чем смысл идти во всякие недоигры еще которые не доделаны зачем это кто подрубал один раз читан джин выводила особенно под файндера который миллион тысяч сто пятьсот триллиардов миллионов раз переделается еще ради чего скажи мне собака ты еще столько раз там все поменяют кстати две души великого стража стримерская доля надавит запустишь но если надавит то запущу а так просто смысл особо не вижу если только придавит про мазуха вчера ночью и сегодня днем чуваком из первого dlc который как босс и вообще как босс моей миссии потом в отдельной лошадь что ли разбирает как двигателя запорожца просто на запчасти срочно билд менять на полный баф дебаф плюс ниндзя у тебя сэр то хоть собран на магию так-то да чем дальше в нг там тем больше как минимум с это нужно например есть с этой которая тебе возвращают маги не дает ее тратить правда уже на пути него как бы уже вот вот выйдет да вот как бы кстати вот вот выйдет моего бакфайндера кстати да блин моего бакфайндера записи где-то больше года назад потерялись да босс из dlc в первом нг без плюс босс изделялся подожди кузнечик что ли который прыгает по мосту ты про этого если про него то могу понять про него а ну я к тебе про него говорил же да это тот самый босс который ты заходишь на арену и умираешь через две секунды хи 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 я тебе тогда кстати сразу сказал верю этот там босс такой классный в dlc есть как зайдешь так оценишь сразу так мне нужно в телепорт вообще нужно тут пойти в телепорт я истерики не довела я на стриме его проходил у меня были примерно такие же ощущения что за игра на него и про про босса о котором мантрикс то это него потому что по сравнению но уже в эту балдурки катал да катал так мне ее подарили например бакфайндер мне никто не дарил а покупать бетку ради того чтобы купить бетку я не знаю проще у деда взять при случае дед там вдонатился в окатан у деда есть капа снайпер а смотри-ка еще одна душа призывут альфа ключ на ds2 ресурект по стримерскому блату я знаешь пришел к выводу что самый надежный билд я добил через сука супер тяж вот как ни странно тяжелая броня еще великолепно позволяет играть если в легкой броне тебя как гагно просто сдувают парой атак вообще каждый бомб что запаковавшись в тяжелую броню я спокойно до пути него дошел вообще и сейчас тяжелой броней бегаю вообще не парюсь так куда нам можно слетать тут в саду безумия тоже не пройти и здесь тоже не пройти внизу зеркало стоит чел на тэнгу прям очень понравился буквально один из лучших боссов тоже про кузнечика что ли что играешь и здесь через пылесос а в него я сэдбанкая собрал вообще не парюсь сэдбанкая с маской лисицы с магатамой потому что сэдбанкая в б подвижность никак не вывести он слишком сука тяжелый поэтому приходится его пушками бегать с глефа и с посохом а на башку маску лисицы и норм на живу ну может постримлю еще так дайте думать куда можно сходить получается сюда колдовскую лабораторию пытаться там налево или направо пройти он и женщина с глефа из третьего DLC первой миссии буквально лучшая женщина с глефа которая прыгает по всему экрану на тут я не пройду потому что во первых босс да и чё там за хрень меня не пускает давай сюда сходим посмотрим давай сходим вот 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 сюда короче направо только они что-то представляют честно я кумитэч из рукопашку я фулл рукопашкой прошел я пасху я ниндзюцу пользовался только до конца нг вон на стриме как только я перестал стримить я просто перекатился в тяжелую броню и вообще катался лицом по клаве дальше то что увидели это было такое страдание на самом деле типа можно сразу было впаковаться идеальный билд в него это просто ты сразу качаешь себе стойкость берешь какой-то сет тяжелый и типа идешь с каким-нибудь пушками которые от стойкости работают типа топора тонв там или еще что то реально просто лицом по клаве катаешься тебя вообще не пробивают а типа все эти сеты с легким ниндзюцу с легкой ну типа вообще те легкие сеты они особенно когда особенно когда эти испытания на оружие проходишь с дедами которые тебя даблшотают так да тут вода с той стороны вода и с этой стороны вода типа в тяж пакуешься и просто вот так вот вот так вот клаву берешь лицом на ней почти начинаешь кататься еще обмазки там взял себе на откил на броню короче в магии просто вообще не ощущаешь игры напрягать начали только на пути демона уже тренд увеличивать скорость регенерации маги о кстати а че прикольно че больше сосать правда хорошие они сильно занизили урон в этой части да они слишком хорошие какая страта работает запарился кус и пытаться парировать не знаю в первой части я в тяжелом сете не бегал я просто побегал как бы в нг вот в легкой броне то что вы видели вот тут в ниндзя фума и ценоби в шмотках каждый бомж тебя просто с пара ударов всекает и на кладбище отправляет каждый бомж сука даже заблокировать ничего не можешь потому что у тебя блок сразу выбивают пакуешься в тяж и берешь побольше отхила короче талисман извлечения и просто в бус отпиваешься и стоишь тупо фейс ролиш его вообще всех так некоторые траблы только вот на пути него начинаются лучше пару ударов дальше доджишь ну типа да но это настолько геморно на самом деле по сравнению просто с тяжелым сетом обычным вот тут смотрите покинутая деревня еще вверху что то есть там на пути демона и на пути него уже настолько жирная жопа появляется что как будто бы а давай еще сюда сходим лаборатория как будто я даже не знаю сколько там нужно ниндзюцу и бесконечного ниндзюцу чтобы чтобы просто их пробить там какие-то космические жопы начинаются здравствуй деймос здравствуй друг а тут тоже дверь и хрен пойми как пройти да поэтому я тут не прошел дальше ну но еще есть варианте чисто налево сходить здесь там тоже что то непонятно закрытое да это та игра где банки на хп синие палач атакует врага молниеносными ударами кстати а чё там было про регенерацию магита трента хорошая душа должна быть кстати смотри сколько у меня тут всего этого надавали улучшат возможности метательного оружия я же говорил что с путями актуальность ниндзюцу сильно падает на урон можно разогнать до безумных значений ну не до безумных но нормально никакая броня не нужна не нужна ваншота аж стамена и чел стоит стан локи к сожалению не у всех то ваншотнешь стамена необычных то бомжей изи разваливать я же говорю там на пути не только с боссами начинается трабл а так то да в первой части просто можно было по моему еще такой фит собрать как удвоение урона ниндзюцу и вот это как раз таки вывозило ниндзюцу типа ты собираешь урон ниндзюцу и плюс еще удвоение урона и бесконечно ниндзюцу как-то оно туда-сюда так повышает здоровье но не сильно повыкают увеличивает скорость регенерации магии увеличивает силу блин ну давай посмотрим насколько увеличивает скорость регенерации магии вон фыкастеты пары куса могут буквально беспрерывно сжирать боссов чем тебе посох не нравится у них есть бесконечные серии но это все равно тебе не даст возможность бесконечно их сжирать уже на пути демона начинаются некоторые траблисы с боссами просто неудобные мне не знаю как раз таки с посохом всех боссов и развалил у меня посох как раз на боссов а глефа на все остальное так-то я еще довольно долго в c загруженности пробегал наверно до пути демона вот на второй сложности я собрал себе сет банка и а потом собственно две сложности я на нем и прошел c загруженности в c загруженности это такая песка когда слоупок бегаешь короче у тебя стамина в нулину сразу сажается и удары миллион стамина жрут при этом при всем и тут и не прошел тоже потому что тоже закрыта дверь ну еб твоя мать это на самом деле там у всего урон хороший если если упорваться я прям откровенно плохого оружия в него назвать не могу прям совсем совсем шляпа я с катаной обычные две сложности прошел как раз таки с эти банка с большой загруженностью вполне себе норм мне лично только две катаны не нравятся так ну и что получается внизу я не могу пройти справа там тоже никак не могу пройти остается тут вон наверх подняться еще вон тот большой большой промежуток каши из сетов там и должна быть кашей седов когда магатаму находишься и должна быть кашей сетов чтобы бонусу хп поднимать у меня еще 8к хп и все равно не хватает бывает за пару ударов сносят хотя я конечно бегаю в фарма шмаки сейчас почти все на удачу пытаюсь сет дособирать а он сука не дособирается все никак копье в заднице буквально до полики да конечно вообще мрак не знаю я с копьем кстати тоже довольно до хрена пробегал у меня копье наверно топ-3 или топ-4 вообще по дпс суммарно демона есть сеты которые позволяют дзюцу использовать бесконечно там нужно много бить оружием после каждого скилла так на магию только такие же точно та же ну точно такие же сеты ага слушай вот вот она ага выкуси я нашел проход жесть ну только на пути него да там когда сет плюс собираешь там есть такие фишки что типа ты можешь вернуть себе потраченную магию но все равно как бы проблема с этих сетов в том что они сука легкие меня даже в тяжелом сете там могут за пару ударов снести а ты в легком бегаешь зерцкие навыки топорики чисто такой роффл направлены на броски на влево кидаются быстрее бьет больнее захватывает ряды врагов многократно так у топориков есть и имба удар который из множества ударов и потом еще добивали те не знаю не знаю топорики мне тоже в целом зашли там почти всегда стами но высушивают в налину после этого удара но после серии так окажись окажись путь найден даже трансформировать не надо так там в три пути же можно их затрансформить по сути любое оружие можно по трем по трем скейлом прогнать на выбор топорики вроде либо магия либо сложение либо еще там чуда обязательно в магии копья просто о боевой нож копья просто главный скилл для дамага только похоже то вот вот опять это зеркало которое не могу никак издать и тут зеркало выжимать все-таки получается них вина не нашел афикс на трансформе типа можно сделать сны скилл от магии даже если его нет я знаю но типа где во первых должно повести на во первых это минус афикс если на какой-то пушки находишь афикс это уже сжирает один слот бонуса на пушки но те надо черт это не то чат конечно место где я не был на то не совсем то что я хотел получить я думал тут что-то будет условие исключения что мрак вот единственно еще нормально не нафармил это свитки у меня даже свиток мудреца он тоже конечно легендарный но он тоже на фарм блин у меня пол сета на фарм у меня амулет вообще просто на фул фарм удача плюс счастливчики короче жду когда играть начнет чтобы начало играть нужно следа собирать а он никак не дособирается поэтому я там сейчас полпути него наверно пройду блин а я мост опустил да я не могу сюда подняться блин там какая-то печенюшка лежит и как к ней пробраться от ней нужно как-то сверху спуститься да все вот фармом нет предела совершенства всегда ведь можно получить бонусы получше уникальные пирожное пирожные оттенки так можно как-то здесь вниз вон там темный переулок остался есть убить хребуса а зачем девочек хребуса собственно вай мистер сплюшкинсон зачем вам фаебуса давай от зомби а зомби это плюс кастет а но это зеркало до снова зеркало и снова я не могу через него пройти скилл на кухте да ну да точно скилл на кухте причем он у меня упал сразу прямо с первого же фарма зато сука сет бнк я мне не падал вообще просто я убил его раз 20 наверное ни рецепта пушек ни рецепта сета потом правда рецепт сета упал но рецепт пушек так и не падал я уже нашел пушки плюс только потом мне упал рецепт на пушке я уже не нужен блин чат я че то туплю и че я где упустил я не понимаю подсказывать куда идти да уже кажись можно потому что я че то я не знаю я утерял нить и че то упустили но по идее я могу еще вон там пройти и еще темные места остались и еще темные места остались мне то ли хреновины которые позволяют в узкие щели залазить не хватает то ли какой то возможности плавать тут я шнягу не могу забрать потому что она вот тут ниже находится смотреть тут тоже никак не запрыгну скилл на косу женщины из 3 dlc а не помню че то скилл на косу возможно нет а не че то выбивал короче че то выбивал да у косы там единственный нормальный прием циклон остальное сосед безбожно эзотерика душная ну типа можно конечно выписывать но это реально душно не не убивал но вон там еще только черные квадратики остались криво вверх карты зеленый проход наверх ну вот я тоже типа его вижу там на самом верху я вон тут еще гляну подожди так там эти как самый верх карты там столбики из черепов стоят и пианино чертова бросок топа крутилка с блоком рофельная она отражает то чем ты ну вот это вот крутилка которая отражает снаряда она клевая да особенно на пути него когда где-то по 5000 стреляют отразить назад довольно круто пользуюсь еда но тут просто потолок аж привязан типа уже не пройти ну самый верх карты это я точно помню что вот там пианино как бы на котором хрен пойми че сыграть а если зайти в комнату там стоят три четыре очереди этих черепков и дальше там нихрена нет столбики из черепков сверху слева а не на самом верху подожди подожди ты имеешь ввиду вот этот центральный блок где вот эта зеленая вверх от телепорта типа я просто всю карту пробежал сейчас но самая верхняя точка карты там вот вот есть там типа проход наверх ну еще правее конечно есть видимо один из них конечно сходить там прокачать раз уж я здесь там тянка скажут о привет сумма здорово кстати кажется рекарда река да тоже пришел сюда да он сказал что пришел присмотреть за мной я думал он останется охранять мину я тоже так думал именно поэтому я здесь я был уверен что с ней все в порядке ну это ведь река да я не думаю что он будут какие то проблемы раз уж пришел сам значит ситуация серьезная да он уже зачитал мне лекцию я не виню его я бы тоже захотела чтобы ты оставался дома но я я понимаю нет ничего плохого в том чтобы положиться на помощь остальных не нужно нести эту ношу одному мы здесь все за этим спасибо тебе мигал с этом который стакался от искусств по 6 и 6 урона за каждый стак их 9 60 урона а чё тебе мешает просто на яд собраться типа в яде вообще изи собрать плюс 60 урона по отравленным а то и 70 я с ядом пробегал наверное ну два с половиной нг наверное пробегал просто стакаешь яд там стрелами и сюрикенами либо с пушки а потом там космический дамаг начинается как только яд прокнет ну конечно на некоторых не прокают но их не так много не ну порт еще так говно какое-то и паралич тоже такое себе какого-то видимого эффекта классно они не дают потому что сложно найти бонус корону на порчу на паралич на яд от изи на пушки можешь найти бонус стаку яд там наш мод как найти бонус по отравленным довольно легко он ищется вот можно длинный меч заградить великим стражам в во что что-то невероятное да про горах пок а фрага рах можно душой трэнта заградить в душой трэнта которую я использую да на которая там на этот на реген магии который моментально тебе стакат и отсылает босс в замешательство через это играется лад босс в замешательство да возьми просто просто дух этого суку суку на возьми дух он тоже довольно быстро стакает просто челлендж ушу трэнта блин да я не хочу пока она у меня одна еще быстрее регион маны побыстрее это норм моллюск большой меч а да можно фальш он еще душой великого стража забахать в в большой меч и дальше опять сука нужна душа валькирии в большой меч забахать в что-то невероятное но мы знаем что душа валькирии это шанс какой там ноль целых ноль сотых ноль тысячных одна десятитысячная шанс выбить с валькирии душу да нет там что-то 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 очень маленькая пол процента и то Ну что, и написано, что будет Ну, написано, да написано Ирандаль Сим уже много, да И чтобы Алибарду заградить, тоже нужна душа Валькирии Ну, классно Можно секиру одну расплавить Точнее улучшить, потом продам, может быть Боевой топор, а боевой топор улучшается Монтикорой Блин, на душу Монтикора выбивать Я все еще не встретил доспех с секирой Шипастика тоже не встретил, кстати Можно катану сделать Доспех с бомбой Ну, давай, сделаем что Чтобы не сделать Оружно выплавлено катана Что-то не похоже на катану Мини-дьявол Тестус Из души палача можно сделать Растяжной кастет А-а-а, давай Растяжной кастет Дальше адский хряк Ну, адского хряка я убивал Но Ничего не дропалось Короче Мне нужна душа Валькирии По-хорошему Б И доспех с секирой Душа Валькирии И доспех с секирой А где их достать? А Пес Его Знает Сколько там нужно наеривать Рандом Чтобы прокнуло Так Продать тебе Ну, я могу тебе парочку Боевых топоров Конечно, продать Но, опять же Можно душу Валькирии Зафармить В смысле Этой мантикора И продать подороже Это хорошее Нам нужно понимать Что это Кастелвания А Кастелвания Она А, да Коротко о Кастелвании Куда, блядь, идти Че делать? Клон на удачу Но, опять же Всего лишь одна Всего лишь одна Единичка Удачи Мегагвоздик Сосед Если тебе всякие подобные жанры Ни хрена себе Ни хрена себе у него ценник О Кастелвании О Кастелвании Блядь, че-то Че делать Серп Я не знаю, что делать Это просто значит Нужно найти О, кстати Броня новая Первый стрим Скипнул Ну вот И там интеллект Понижает Интересно знать Че вообще интеллект Делает Нам ману Регенит Короче Из брони Я смотрю Тут ничего лучше Не стало Кольцо Которое повышает Шанс Поймать Дульфу 300 тысяч Тек Но мне чуть-чуть Не хватает На самом деле Осталось немного Пофармить 50 тысяч На пистолет 300 тысяч На кольцо Дальше-то Заживем, конечно Блин Ну ты Барыга Посмотрела Будет Как говорится Хорошее оружие Ценники Интересные Да Пора Фармить Зомби Кастеты Ну блин Ну вот Два варианта Тут Либо Сразу Наверх Либо В соседней комнате Прям Наверх Так Какого хрена Таки раз 300 тысяч 300 Там вроде Не настолько Космически Повышается Шанс Дропа Чтобы Такие Ценники Заламывать 4 единички Кудачи Добавляется Всего Оценник Такой Как будто Там Знаешь Раза в 4 Выше Хан Становится При этом Тебе Еще И Вдобавок Не знаю Лоли Дает За Красивая Мелоза Ага То есть Я вот Сюда Ты Не Ходил Лол Смаю Слышу Подожди Кольца Кроме Удачи Пассивный Эффект Еще Надо Все Еще 300 К Блин Я Прошел Все Кроме Этой Подожди Ну Допустим Допустим Павок Стреляющий Лолями Уже Хвост Как раз Таки А он Типа Мою Копию Запихивает В Куклу А мне Нужно Деф От Себя Деф Один А Типа Мом Типа Типа А дважды тебя не буду дамажить это мне не хватает одного удара короче мне нужно что-то типа хвоста чтобы немножко додамаживать так чтобы забороть этого босса нужно всего лишь вот такой еще будет доносить дамаг еще поверх повин убийца не персифона эти вот дьявола ворот тут возможно как раз таки и неплохо и зайдет потому что он прям надо мной стоит дьявола ворот тут как будто и неплохо надо его проверить по тесте как сказать можно его успею зарашить до того как у меня убьет даже несмотря на а чё а чё а смысле выжимать так подожди и мана а направо еще точно да не просто направо забыл линию провести но тогда типа душе воротово просто испепеляет ожидаемо кстати прям идеален а и и и и и Распуфили. Кидаю куклу, после чего меняется с ней местами. Ага, теперь мне кажется, я знаю, как можно в узкие щели забираться. Там у каждой узкой щели была кукла. Плюс кукла получается. Вот она че. Да вроде летучая мышь тоже должна быть. Но там просто у каждой щели кукленыш сидел. Теперь нужно вспомнить, собственно, где все эти куклы-колдуна были. И узкие проходы. Но вообще надо бы сходить вон там, вон и че, направо, наверх. Че, как игра? Да, ну... Хорошо. Хорошо игра, когда знаешь, куда идти. В этой игре главное не думать о том, сколько нужно фармить еще. К хорошему фарм... Фарм тут сильно облегчает вообще игру. Неожиданно. А если бы у меня был еще прокачанный душеворот, представляете, что бы с ним было? Если бы я пофармил... Ну, типа, вот тут как раз таки есть такая штука. А теперь вопрос, как это юзать. И мне нужно находиться с той стороны, где кукла вообще. Менять души. Так. Как это работает? А какая билка юзабильная? Найпер, кстати. Вызывай от лучника. Алярма. Шнипа, алярм. О, кукольник, да? Кидай от куклы, после чего меняться с ней местами. Блин, это можно на... Нау-хэн как раз поставить. Так. Нет. Лего, кстати, я кинул. Первое минут 20 было интересно, а потом вдропнулась одна из многочисленных ОП-штуковин. Я ничего сделать не могу, кстати. О, я кинуть не могу. Ау. Я могу под кадр делать. Найс. Можно под кадр сделать так. Все, пора возвращать этот... Пара вайфу возвращать. А вот она, Валькирия, опять же. Вообще, Валькирию по-хорошему надо фармить тем новым пистолетом, который, скорее всего, ее за пару ударов, за пару выстрелов будет входить. А тут я не мог пройти, потому что тут просто заперто. Ага. Так, ну хорошо. Так, чё, где были куклы? Сука, где были куклы? Где деньги, Литбовский? Где куклы? Справа, сверху, в комнате с колоколами. Вроде еще были. Ах! Ах! Так, ну тут понятно, что не эта самая заперта, непонятно на что, красный то у нас точки сейла Телепорт Душа трента, конечно, еще бы тоже лишней не была По идее Но какова вероятность Това вероятность дропа В принципе, ее даже саму по себе потаскать неплохо, потому что регион маны дает Так, кстати, за два удара убивают, да? Может, тут все равно отхил есть? Прекрепорт Прекрепорт Круто не душу тебе а наш мощный наша мощная ничего лоб конечно тоже ничего лоб то как известно не душа и по всему шанс не особенно велик придется как-то без души и без валькирии и без души блин рафин она пылесосит все-таки так а тут то я тоже не пройдут данным потому что босс внизу у меня печати нет верху закрыта душ увеличат моего бонусы к удаче ну то есть пол процента превращается в 1 процент так-то уже лучше конечно да бред затушили вы меня своими бочками уже зародит бычка с этого тоже кстати ни разу не дропнулось там не пройти потому что не пройти с колоколами значит не мешает и не мешает я его не замечаю вопрос скорее к вам а блин океанка здесь же да по было нет вина не твой курсор да дед не твой не иметь полпроцента тоже целый процент между прочим до целый процент танцующих призрака с них падает желтая душа на удачу желтая душа на удачу а их так-то много довольно зафармил если уж так по-хорошему мне кажется вопрос проблема то в том что и шанс дропа этой души с призраков тоже где-нибудь там одна тысячная процента вниз двинуть немножко думаешь наверно стоит да думаешь так лучше турнире в него дать из душный да кстати проговорил а дать из-то один из один из душнейших особенно если ты в санах тряпках мы без тряпок то немножко напрягает и когда ты в санах тряпках и не может заблокировать даже его атаку напрям десять из десяти как собственно и все остальные эти самые вот уж мелкие звездюки а посмотри на них вот уж мелкие звездюки а посмотри на них а давай ты не будешь вне текстур там летать говно а так окей что волны перед ним душная так еще и после него босс и не выходит запушить а дать из-то учить по катанию на аренке и все мастера вряд а вообще все хуман и душатся копьем вообще легчайше они не умеют против копья играть конкретно против смертельного выпада смертельного удара еще удар на копье а вот это я ему сделаю чтобы не летал абсолютно любой хуман особенно с эзотерикой копья на дистанцию там практически другого конца другого конца карты начинаешь по ним бить и не понимают не чувствует дистанцию так дальше вы не пройдете да пока не заполните бумаги окей а против всяких юкаев у копья есть выпад который блин не помню как называется кидори по моему который типа если высушит ста минута подбрасывая цель воздуха потом два удара вверх делает вот этими двумя ударами там вообще просто космический урон уносится соответственно любой босс который больших размеров юкаи в том числе этим ударом просто выносятся только в путь это пожалуй главный главный прием против жирных юкаев на копье потому что все остальное там не такое дпс еще и лишь бы цель была пожирнее чтобы эти два выпада попали а почти все боссы под это подходят а некоторым ты прям в голову еще бьешь так ну это так так буквально всех умнов в одну камбу забиваешь жирный слишком при его уроне и магии провокат стойкость конченый бросок через фу резист да кастет и глина Можно сказать Должна же быть и у глины какая-то контра Не все же лицом по клаве кататься За бесконечными компами Но я когда с копьем играл Я почти всех просто Смертельным ударом убивал А особо жирных Крайф и боссов как раз таки от Йемтидори По лицу Все вкачал Но я тоже все вкачал Правда Эти Упыри начинают бесить немножко А че гореть-то Там на пути не уже столько дамага вливаешь Что можно буквально за одну карту мастерство вкачать Поначалу пока у тебя дамага немного Отми и дьявола Относительно медленно качается Даже на пути мудреца там практически за одну карту Если все зафармишь Можешь фул выкачать Ну так я к тому что до эзотерик довольно быстро качается И дальше там тоже не сильно далеко Там 200 тысяч нужно максимум даже на пути него Чтобы На мастерство пустили Так Назад я тут уже не залечу никогда Не полутать эту бутылку Не присесть на бутылку получается Или можно Блин Не знаю Только если с этим самым С медленным падением Попробовать Долететь Правда там всего лишь бутылка Бутылка это не то ради чего стоит так упарываться Выловил 2 миллиона Перед со временем ощущение что прокачка идет не один к одному по урону Но хес у меня Короче Могу констатировать что ты тот еще наркоман Че тебе могу сказать Ведь знаешь же что не будешь пользоваться оружием Все равно качаешь Хотя особого смысла уже нет качать После того как Тебе на пути него дают испытания Читая испытания прошел Получил свои халявные К тому же там дальше уже и Качать то нечего Только пассивка на плюс 2 дамага Но как бы камон 2 дамага это даже не смешно Давай 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 Да не Долететь Надо что то еще Явно это так не работает Опять мелкие звездюки Сюк И еще раз Во-первых Все эти Пойнты шли в общий зачет И поэтому ты выходил в плюс по своей основе Ну да Ну типа даже за то что ты получаешь там очки самурая Как бы Тесно в конце концов Самурая кроме Плюс 2 к урону дальнего боя Или плюс 3 к урону кулаками Как бы ничего больше не прокачать А вот открылась эта дверь Которая Была залочена Плюс шорткат получается Я там выкачал все приемы Анлокнул До тех пор пока там не остается ничего Что тебе только тупо качать Плюс 2 к урону Дальше уже не качал Здорово Лучше бы попробовал Бил через кулаки И рассказал че как Если никак не дойду Больной Да музыка тоже такая Большой летающий ящер Жить хочу Ну хоть попробовать Там столько всяких бонусов на кулаки И талисманы тебе Спасибки Какой-то он быстрый Надо заметить Джулиус Бельмонт Джулиус Что ты делаешь Ох это ты Эта дверь опечатана С сильнейшим магическим барьером За ней есть что-то очень важное Ты чувствуешь что-то плохое Да Но тром чую Но ничего хорошего мы там не найдем К сожалению в данный момент У нас нет возможности узнать что-то Почему Барьер очень сильный Возможно мне и удастся Проломить его Но совсем немного Думаю стоит связаться с Йокой А дождаться помощи А что ты Ну Я рассказал Джулиусу Последние новости Ах Кандидаты на престол Наверное это и станет Моей следующей целью Мне стоит разыскать Арикада И снова так всегда Маск уходит от нас Было неплохо Тут даже бонусов больше Ну там всякое Отнять оружие Там и так далее ДС превращается Ни кихтез Стоик Искусство И так далее Ну да Только чистый Скилл кулаков Просто интересно Что там можно С них по ДПСу Вытащить Другое количество Бонусов Вдруг они там Не сильно Уже Туповых пушек Жаль только Сета нет на кулаки Был бы сет Какой-нибудь еще На кулаки Было бы поинтереснее До свидания Давай Что там Интересно Что тут за чел Это не случайно Не чувак С секирой Доспех с диском Запускает диск Это не то Что мне нужно 35 стоит Запускает Устрая циркулярное Лезвие Ну вот Наверное Должно быть Сильно больно Что-то Я думал Он кидает его Хотя бы Можно нарулить Наследственно Афикс 24 урона С кулака Ну да Можно Ну так сильно То сильно 120 Любитель диска Да Вопрос в том Сколько там базы Хоть там будет Плюс 1000 Это еще Ни о чем Не говорит Хоть там Плюс 2000 Процентов Там базовый урон 20 Но будет У тебя Не знаю 200 урона Еще А если там Базовый урон По 1000 Так в этом Главный вопрос Что-то Не выглядит Чем-то Прям Крутым Конечно Опять Если души Пофармить То Может быть Слишком Дорого Даже Душеворот Дешевле Оказалось Очень дорогая Белка Но этот Тачили Кидается Своим Диском Че Я не могу Я могу Только В упор Анимация Какая Да я Зажимаю Типа Если Зажимают Диском Вот Если Не зажимать То Вот Как Зажимать Не зажимаю Одинаково Я думал Что можно Как-то Диск Скинуть Что-ли Вперед Чтоб Он Там Полетел Может Быть Назад Вернулся На Что-то Что-то Не работает Серебряный Гвоздик Серебряный Гвоздик А лучше Все еще Ничего Нет Тоже Хуже Самое Забавное Лучше Красного Шарфа Ничего Ее нет До сих Пор Еще Выниз Конечно Есть Проход Ладно Надо Попробовать Подняться Это Аптичка Короче Здесь Стоит Чисто Похилится Чисто Чисто Несправедливо я тут хочу может диски дать это блин такое за обезьяна пылесос м2 как видишь билд на пылесосе играет если что играет пылесос правда пылесос скорее играет когда нужно просто локацию поисследовать когда ты ходишь тупишь что-то локации когда уже просто бегаешь туда куда тебе надо пылесос не особенно нужен но и на босса как видели отсоса пылесоса не всегда хватает что более-менее серьезно но вот для исследования локаций пылесос прям практически идеально заходит бегаешь сосешь самозабвенно чилиш тельмонах с процентом выпадения души предметами которые выпадают с мобов или опыту из другой играть но тут есть типа тут писание врагов но про шанс тут ничего не написано или это раритет может быть и по чем выше раритет тем ниже шанс того что дропнется но конкретно шансы не написано как видишь остается только гадать какова вероятность умерено можно сказать только одно шанс очень маленький да блед ладно отхилить хотя бы может душу еще полутаю количество души есть предел он предела нет но просто после после какого-то количества обилки перестают улучшаться например на пылесосе 9 душ если насобирать тут дальше уже вроде он не усиливается ну то есть у каждой обилки есть три ранга и соответственно после третьего ранга уже души на обилки никак не сказываются но их можно тратить на улучшение оружия оружие потом продавать а деньги нужны всегда так что духу нужны всегда подозрительный пробел на карте надо надо это исправить вообще до 50 процентов либо выпадет либо нет стандартный шанс дропа я бы сказал не клина чувак си и но похоже что здесь ничего но тупик похоже этого даже хрен с присущешь короче лишних душ тут не бывает видимо поэтому кольцо на душе стоит 300к петель с хрен с бочкой да вижу где проход я конечно ни на что не намекаю но мне кажется у тебя очень маленькая пиписька да я на тот чел который мне нужен там агавка кстати реально пылесос у меня целая горничная с пылесосом не нужна его душа чтобы свой топор заградить получается если у меня будет такой же большой топор но у меня оттенка за все больше чем он дамажит так что самое забавно что он в упор еще не выпадает блин монетку не подобрал ёмая но вообще чел конечно жирный странно пылесосу даже лучше справляется на обратном ходу правда он не задевает но если чуть подходить то вроде не задевает короче нужно прямо на такой интересной дистанции стоять где-то между этим челиком и топором тогда не дамажит но присесть да да нет а по-любому чел секирой который там был при этом пылесос практически ему она не требует ну как бы пылесос супер дешевый бесплатно сосет давай давай не душу я пойду хочу такой же большой топор чтобы как махнула только писюны по стенам ну практически да смотрите у меня даже мана не уходит просто на отсос а сосешь сосешь а мана как бы фуловая душу правда все никак не могу высосать проблема по идее он должен появиться в описании предметных врагов да вот доспех секирой бронированный солдат скашивающий врагов при помощи огромного топора это тот самый душа которого мне нужна на топор да 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 я его сразу узнал четыре процента до четыре процента это норм четыре процента это больше чем пол процента самый чистый доспех да кстати реально самый чистый доспех просто на ником западе мне кажется я добрался до самых труднодоступных мест у этого доспеха вивание души мучительно оделась нет кольцо 300 к ну а чё делать даже чтобы получить кольцо 300 к нужно душах как ты еще купишь кольцо 300 к если не будешь с дух и делать оружие и продавать его я пока не знаю делать магию с цестусом и зомбиами так это все еще фарм душ это все еще убивание души предлагаешь самый делать магию зомби ами чтобы взять кольцо и потом прийти к этому человеку и фармить его уже с кольцом мы что будет быстрее сколько душ надо зафармить учитывая то что ну я получаю чистый мид только 5800 что ли и по за 6к продается цестус покупается он за 200 то есть 5 800 условно говоря 5800 за душу зомби а нужно 300 тысяч сколько там душу зомби нужно дача дроп повышает но повышает до 6500 десятки 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 пятьдесят пятьдесят пять душ зомби и надо выбить зафармить 55 душ зомби чтобы купить кольцо а и 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 Это просто душа. Так, ладно, я понял. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Домогавки ядрить. Насосал на два уровня уже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дома пыльно, да? Смешной. Теперь я забаню последним. Неплохая, кстати, реклама пылесоса, да? Я считаю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поверь мне, если я включу музыку игровую, с ума сойдёшь ты ещё быстрее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для понимания В новой дурности пошёл на повышение. Ничего себе. Мои поздравления, Сэндмэн. Грац, как говорится. Мои поздравления, Сэндмэн. Грац, как говорится. Мои поздравления, Сэндмэн. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо огромное, Сэндман Как раз тебе еще раз повышение Надеюсь, у тебя там И работать будет поменьше И денег будет побольше И вообще Спасибо тебе большое, Сэндман Мои поздравления А мы Это самое чат Все, как я сказал Тогда просто великолепно Именно то, что То, что нужно Игрок 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 Это все, что я могу сказать Осуждаю, если что 10 тысяч лет шел к этому Самое главное, что оно по итогу Все-таки случилось Костельванское казино Костельванское казино Порядок у душ В Костельвании Балзят Сколько я уже помню тебя в чате Сколько я уже помню тебя в чате Год практически Сэндман Здесь это еще не потолок И будет еще повышение Почтите, прочитать Наконец ВК Блин, точно До ВК еще зайти как-нибудь Ну вообще, кстати Да Да В принципе Тоже нормально До ВК еще раз Еще два доступна Ну то есть Вот Есть куда расти В принципе Так что Еще 10 тысяч лет Смогу антрикса перебивать Сапку месячную Пок Вот это, конечно, сильное заявление Я прям особенно переживаю Теперь за твой повышение Что можно было прям совсем ничего не делать И получать зарплату как за 10 тысяч лет до этого Что происходит на экране Фарм души Что насчет макроса? А что макроса? А что ты предлагаешь макрос запилить? Чтобы мне отойти и чайку попить пока тут фарм фармится Ну так-то два левелапа уже Автокликер Автокликер Ну не совсем автокликер Нужно подбегать, присаживаться и Макрос, конечно, не сложный А я еще не настолько отчаялся Ты говоришь, что человеку, который ролял кубы в балдурке А ради 90 плюс Вот знаете, Сэндман терпел 10 тысяч лет до повышения И мне нужно потерпеть 10 тысяч лет до души Да, подбегать, присаживаться, пылесосить У меня там уже три томагавка тем временем Все видел? Сначала сам, потом автокликер Но Это были тяжелые времена Это знаете, как в этом, в Моровинде Конечно, можно использовать макрос или автокликер Симфонию ночи Нет, не играл Да, хорошая новость, правда Я бы даже сказал, отличная Сэндман Много таких боссов То я не знаю Мне просто конкретно этот человек нужен Чтобы топор улучшить Он даже не босс, просто моб Как умный, разумный человек Но я умно-разумно пытаюсь выбить душу Все, easy А вы говорите, автокликер там Чего и дело, что че? Действительно 4% Личный саундтрек Придерживаюсь того же мнения Если бы ты перепутал кнопки и загрузился Все, че от Изи Изи душа А вы говорили А разговоров-то было Что теперь так медленно, кажется, все Ни хрена ты Надеюсь, твоя душа мне не нужна Кстати, а там слева этот упичок был Взмахни обновкой Да, действительно, да? Посмотрим, че, че как Но она капец, она еще больше стоит Но зато и вжук на весь экран Лол Слушай, а обилка-то неплохая Кажись, нужна вторая душа Тупо отрегенит Ты не задамажила, да? Она не дамажит Но она, короче, на пол экрана просто бахает Так-то топ Реальная обилка хорошая А я одну обилку отдам на то, чтобы На то, чтобы пушку улучшить А вторую обилку я бы поюзал так-то Ну да, дабл хита нет, но такое Ну вообще, мы запомним, что тут этот челик стоит Сток Бенни-хилл Я обычно за музыку из Бенни-хилла Меня просто забанят Потом запись Поэтому Поэтому, пожалуй, нет Может, это, конечно, хорошее Но и бан тоже классный К сожалению, YouTube не совсем дружит Угу, принимаю Лучше посыпались Пошла игра О, смотри-ка, второй челик Задел Вообще, эти мужики классные Они не только дропают классную душу Но еще и аптечками подрабатывают Не может не радовать Так А это что, типа куклу кино, что ли? Дверь Ой, может быть Это Нет Привет Стоит, конечно, дорого, но в целом оно того стоит, как бы. Жаль, просто так золото не дропается еще за каждого молба, только если монетки упадут. А падают монетки, что-то крайне неохота на по 10 монет, блин, по 50, максимум по 100, даже не по 500 и не по 1000. Очень мало, надо заметить. Так, подожди, подожди. Подожди, не гони. Блин, странно, что здесь нет телепорта, я бы сейчас пушку себе хоть заградил. Или телепорт вон там внизу, смотрите, на самом днище. Возможно, был. Точно такая же, да, вниз. Взух, 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 взух. Ага. Ну, а что там за босс? Понимаю. Кстати, душеворот тут тоже, как будто, выглядит не так уж и плохо. Взух. Ага. Кудзылайк драганул, русик вышел, говорят, рпг тысячелетия. Даже не слышал о зомби, что-то такое. Ну, раз говорят, то... Блин, а нельзя, короче, этого белку в приседе делать. Окей. Ну, сосать-то можно в приседе? Блин, мне не надо, эта штука замазать. Но дамажит от него опять же фактом своего существования Но дамажа при этом достаточно ощутимо Субтитры сделал DimaTorzok Дамажа при этом Дамажа при этом Печать еще какая-то есть Сам по себе босс файт долгий При этом если она тебя хотя бы раз задамажила Просто уже лицо на земле валяется А потом печать Чего бы и нет Ай, блед Вверху-вниз Вот уже ее убил, но как бы классная печать Дамажа при этом Ай, блед Можно хилки юзать Да меня печать задизморалила Ай, блед У нас это чувство, когда ты Долго-долго душил босса А как вообще вот этого Атата-дай уйти Я же не могу через Вообще через босса как-то Очень задизморалила меня Сраная печать Облака можно разгонять Сраная печать Сраная печать Сраная печать Утром Да умри ты уже, блед. Чё ж ты жирная-то такая? Чё жирная-то такая? Ну и почему я в этот раз бить не мог, когда падал? Ни пылесос не доставал, ни бить не мог. Сдохнешь уже наконец. Наконец. Сдохнешь. Сдохнешь. Снизу вверх. Сверху вниз. Красный подсвечивается. Сверху вниз. Сверху вниз. Сверху вниз. Десять из десяти. Не знаю, в чем смысл босса. В том, чтобы дамагать своим существованием, наверное, а в этом смысл. Продолжение следует... Ну, почему я сейчас бить не могу? Ведь до этого замок. И там я гарантированно получаю таблет. Да что не так-то? Да ёб твою мать, блед! Этого казино! Так, ну как не так-то? Ну, иди-давай! Вроде ты этого так же рисовал, нормально О боже Разрушительным лазерным лучом Жопа горит, надо пойти потушить Сколько раз я убил этого динозавра? Огоньки по часовой тухнут как таймер 5, 6, 7, 10 раз я его убил Это был наверное самый жирный босс из всех что были И почему два раза когда я падал и не мог его дамажить? Хотя до этого падал так же и дамажил Но это было даже быстрее чем вытрясти духу из топора Так Самый сложный босс но он не то чтобы сложный Ты видел что я его буквально со второго третьего троя уже Я уже было подумал что там во всех частях нужно печать рисовать Так Собраться Понимаю лазер тоже экипируется стрелять разрушительным лазерным лучом Получается его тоже фармить надо Стоит дорого В воздухе не повязать В смысле в прыжке не нажать его еще Так Ну там получается лока за боссом осталось Ну да Только я тут Я больше не поднимусь наверх Потому что этот хрен сломал все перегородки Хорошо что я мужика зафармил с топором Сразу Так и что тут делать с этой печатью Лазером она никак не пробивается Видимо пока ничего не делать Наверно лазером рушатся какие-то стены которые до этого были закрыты Продолжаем как говорится к Асталванию Здравствуйте И способность из босса впитал Ну да Вообще с каждого моба можно способность впитать Мало того что можно с каждого моба способность впитать Так можно с каждого моба еще и Поградить способность Можно с каждого моба еще и Поградить способность Я так понимаю тут у каждой способности три Три уровня прокачки Поградить способность Поградить способность Да конечно Так посмотрим Надев Торисман Ты сможешь перебороть Перебороть тьму своей душе Ты обязательно должен Уделить этому Пристальное внимание Понятно Это все новости от Рикада Что нибудь еще Ну помог так помог Цук Так Тушу Трэнда Не хочу отдавать Тушу Валькирии Я не увижу никогда в этой игре наверное Душа Белого Дракона Чтобы сделать меч-хлыст Угу Ну как и копье тоже никогда не улучшу в этой игре Но зато доспех секиры то я нашел да Давай Ради чего я там потел Под деревню дураков Большая секира Ок Последний страж Чтобы улучшить большую секиру да золотой секиры Голден Экс Это уже Немного другая игра мне кажется Ммм Кстати Катану Да можно улучшить душу имени дьявола И получить Катэцу Дальше уже нужно душа дьявола Ну дьявола то я видел только Так где 3 перца было Ну в первой части 3 Во второй части тоже 3 В четвертой вроде уже 4 Варвар, котик, тянка и кун С дьявола мне душа не дропалась Баба огненная Старик каменный и мужик вугу Поганый Я больше играл в третью часть Боговый топор теперь Так подожди Че там говоришь последний страж А я вообще последнего стража встречал или Наверно нет еще Да Еще не встречал Думаю что я узнаю его из тысячи Говорите души зомбей Ну чисто гипотетически Какова скорость фарма Белого дракона сначала Но этого да Но с белым то драконом хрен с ним У меня только топор он интересует Потому что топор это надежно Случается душа зомби Случается душа зомби И вот здесь Кстати лазером по идее наверно Лазер не стреляет на всю длину Ну Плюс душа зомби Я думал он прям на всю карту будет жахать Но не жахает Потеря особенно Интересно а че из души У нас почти начале была скуча зомби Так что, тоже их довольно много. Что вам? Нужно просто... Субтитры сделал DimaTorzok. На-на-на-на-на-на. 3, 4, 5 зомбей Ну а то с 5 зомбями Да, мана наживет, просто мое почтение Очень дорого, очень Можно попробовать там, конечно Но в принципе тут кроме скелетов Еще же душ из доспехов дропывается Можно топоры брать и улучшать То же самое Блин, че там вообще юзал? Доспех с топором, волк, покольник Он или клоун-убийца Большого кентавра, Сикерай Скажись, еще нет Только здоровенного чувака, Сикерай Что-то тут С ком Не довелось как-то Не сложилось Пылесосишь Но тут в прямом смысле слова Пылесоса Тут зомбей Топор, по идее, столько же стоит Так, а там чуть пониже В той комнате с зомбями она Там пять зомбей сразу Но тут их в среднем больше На сослокации уходить Так, так быстрее встает К тому же волк с этим, с мужиком Ресаются Которые вон По раз А с них тоже души А за их души тоже можно Оружие сделать Так А не, где кажется Восторг 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 . Восторг Быстрее, к сожалению, не получается Фарм пылесосан Где вы такое еще увидите? Фарм пылесосан Проверяем теорию фарма Фарм пылесосан Фарм пылесосан Мне кажется, локация лучше чем-то Платишь, она за идею работает Зато представляете, как будет чисто в деревне После меня Ходят гадят тут Кусарный мешок для трупов Девять душ кап Типа они больше девяти не стакаются Там пролагало немножко, кажется Чуть-чуть Так, ну сейчас посмотрим, сколько там душ Девять уже вроде точно должно быть Ну да, зомби девять, доспех волк девять Девять из девятин Можно, кстати, посмотреть на максимальном кпд Насколько это клево Максимальное улучшение броска топора Ядрить секира влетает Довольно неплохо На зомби То есть он просто идет и задамажит Просто может ли он задамажить несколько раз А пёсель Достаточно много урона на самом деле Типа сотка дамага Правда, один раз все равно тикает Это все портит Ну то есть мы получаем Девять душ зомби Девять душ скелетов Девять душ зомби Девять душ мужиков с топорами Из этого можно сделать Можно сделать что-то Мне нужно девять топориков Здорово Тома виделся уже с ней С каким парнем Снова Ну ты знаешь, Рикадо это так Да, он как бы присматривает за мной Что-то вроде того Нелегко тебе, да? Ну ближе к делу Я верю Йоко и тому подобное Но этот красавчика Рикадо Как думаешь, он ей нравится? Да, но вот в обратной симпатии Я очень сомневаюсь Рикадо никому не испытывает эмоций Да, верно Любовь бывает только взаимная Эх, ладно, закончим на этом Давай лучше поговорим о деле Там работница Да, она довольно Хороша Хорошо сосёт Хорошо фармит Дешёвая Великолепная штука То есть мне нужно Мне нужна Соответственно секира Девять штук Больше купить нельзя Тот симп Где-то та шарит Блин, а можно сразу 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 Несколько, наверное, можно, да? Как-то Да Точно Можно Давай сразу Вот на все Блин, а вот душой волка Чего улучшается? Хороший вопрос Какой-нибудь Какой-нибудь Короткий меч Может быть улучшается Душой волка Нож Может быть Проверить, короче, нож Рапира Короткий меч Что-то из этого наверняка Ох, Сома, у меня новости от Зулиуса Хочешь поговорить? Ну, да, конечно, так посмотрим Может Пройти там, где узко Если сможешь Превратиться во что-нибудь Поменьше Ну, как тебе Как тебе сказать? Даже не знаю Со своими способностями, Сома, ты можешь это сделать Да? Ясно Все Новости Ну, ладно Держи в курсе Очень Очень Интересный совет А вот Плавить Сразу Сразу Всех Уже Нельзя Да? Сразу Уже Сразу Так, а дальше палачадский хряк, рыцарь, моллюск, тренд, нет, короткий меч нифига. Валькирия, белый дракон, валькирия, додоспекста Парлзе, короткий, последний страж, молот, это она, блин, а че улучшается дух твоей волка? Если не это все, то что? То есть это не нож. Боевой нож туда же, ахрен не твой нож? Это не рапира. Приурет. Боевой топор продается за 3900, да? А че так, а че так 3900, боевой топор. Дешево, конечно. Тестоваться за 3000, но плюс-минус они одинаковые. Ги в принципе не улучшаются. Не продать бы че лишнего. Так, ну из чего еще может делаться? Куда еще может духа волка пойти? На что? Точно что-то стартовое. То есть это не нож, не рапира, не короткий меч. Двуручный меч, думаешь? Большой. Это клеймор, клеймор, душой волка. Проверим. А, да, клеймор. Клеймор я покупаю за 1200, бахаю душой волка и продаю за... Это же фальш он, да? Большой меч. Подожди, почему он там превратился? Большой меч превращается в большой меч или большой меч превращается в фальш он? В фальш он? Ну клеймор, клеймор в фальш он же, да? Продаю за 4к. Ну тоже нормально. Купаем у него клеймора. Штук. Все у нас уже одновременно фармятся, но вот там место такое, что они все одновременно фармятся. Очень удачное место. Есть комнаты с панелями, которые перемещаются по типу мозаики. Там есть панель управления, которая позволяет перелегать кусочки мозаики. Думаю, ты не сможешь попасть в некоторые комнаты, пока не решишь эту загадку. Ясно. Да, я че-то че-то такое слышал. Клеймор в фальш он. Блин, эта музыка какая-то, когда держишь топовая. Она прям идеально подходит. Значит 132 тысячи, да? А кольцо стоит 300к. Таким образом можно, получается, его зомби вместе, где они спавнятся. Зачем мне только зомби, если тут сразу можно три типа душ фармить. Чтобы не бегать, не продавать. Если бы душу стакались бесконечно. Сразу три типа души, пожалуйста. Как напылесосить 300к. Кстати, да, реально. Гайд запишу. Что-то там какой-то... Слушай, Атрикс, там какой-то неправильный гайд. Мне кажется, чел не шарит, как фармить деньги в этой игре. Каждый раз после 9 душ зомби нужно возвращаться. А тут можно нафармить сразу 9 душ зомби и 9 душ волков. Поведет, конечно. Такие фальшоны топоры и цискусы. Ну, попутно еще всякая дрянь, которая падает. Иди, ты Gottes. Ты хочешь? Нет, правда. Крега, это без чита Нжина не работает. А почему? Не, ты что? Я не делай. Я не делай. Какие угрожа ли они? Суперки. Я не делай. Что? Я не делай. Какая-то? Эта Белая и я не делай. Я убил этот тетец, я не делай. Вдох. В конечном итоге все равно, конечно, все зависит от всемогущего рандома. Как тебе запрет? Ну и фарм без пылесоса, это плохой фарм, как мне кажется. С другой стороны, я себе насобирал на серебряный пистолет, так что... А может тут монетки еще иногда по сотне дропаются, тоже деньги. А ведь все, кстати, по классическим этим канонам. Ты фармишь на кольцо, которое дает тебе дух, чтобы фармить еще быстрее. А ведь все, кстати, по классическим этим канонам. Уже с автоквикером можно. Надо, знаете, думать о том, что это сократит мне время фарма, а потом следующего расходника нагреть топора эритически. Погриннил здесь, а потом не надо будет удавать чувака с топором какого-нибудь очередного память под деревню дураков. Потребует надбавку. Блин, а что делать? Я ее тоже фармил. Сначала я фармил горничную. Потом я фармил на топор. И так как у меня есть большой топор, горничная не может мне отказать. Кольцо можно фармить душа на удачу. Кстати, да. Находишь кольцо и потом можно фармить и танцующих призраков, в которых дропается душа, которая еще повышает шанс дропа душ. Идеально. Я считаю. Вот геймплей, который мы заслужили. С волков падают души, как будто бы чаще, чем с зомблей. Так и с челиков с топорами. Я, может быть, после этого есть золотой пылесос куплю. Заслужила. Не, ну вообще, падали бы чуть чаще души, конечно. Или деньги. Не по сотне монет. Если бы деньги хотя бы дропались по тысяче, и они были бы такие адские расценки на шмотки. Вполне себе можно было бы и обойтись. Эти разработчики могли просто поднять шанс дропа души. И вообще не добавлять это кольцо за 300 тысяч. Но они решили пойти по пути большего фарма. Надо еще проверить будет на обратном пути. Чекну. Так. Ну, волк. Ну, кстати, да, замаксались. Можно идти сдавать. Причем от души волков и этих мужиков с топорами замаксились быстрее, чем... Так, слушай. Мне нужно, значит, восемь цестусов. Нужно девять клейморов. Клейморов. Ээээ... Девять секир. А, у меня там четыре. Зафакапилась парочка, да? И цестусы на сдачу. Девять цестусов. Идем сдавать вторую партию. Жаль, что нельзя все сразу пахнуть. Я вообще даже не знал, что можно заруинить шанс. А хоть было засейвиться тогда. Зато это рофельно получается. Выбить душу, наградить топора и потом зафакапить улучшение топора. Надо хоть сейвло отъесть. Не так страшно. Еще медный кастет. Вспоминаю видео про дворника, который чистил снег лопатой, потом поднакопил денег и купил небольшую снегоуборочную машину. Но я тоже сейчас скалин-то поднимусь. Блед, подожди. Я не то купил. У, сука. Я купил сраную цестусы вместо медных кастетов. Блед. Минус фарм. Сколько я там... Блед, я все деньги пролюбил. Ааа. Сука. Я купил за 6 тысячах. Охренеть. Ааа. Блед. Ааа. Блед. Палачи. На апгрейд цестусов. Да я хрен знает эти палачи ваще. Пока я их ищу, проще так сделать. Так. Ловно не поройнить. То есть, мне нужно продавать фальшоны. Продать фальшоны, продать большие топоры. Продать цестусы. 86. Дааа, могло быть около 200 с лишним. Хм. Ука, че ж она такая дорогая-то? Че она так дорого, че-то? Ааа... Пропал. Даа. Просто, что-то уже используют. Че, сила-то. Че. Это еще примерно два захода-да. Таких. Мне. Нас курицосит. С другой стороны, можно пока купить пистолет и не загоняться. Партию цесусов для войны в банановую республику. Цесусу не самое страшное оружие пролетариата. Нормально всё будет. Зато я богат, ёфта. Зарабатываю на вложение в себя, чтобы быть ещё богаче, но потом... А, есть там математики в чате, сколько там за заход получается? Найдёшь, имбабил, стоят и всё, оно само. Кольцо на душе какое-то буду колдун, связку будь зачаровал. За 300 каталка не говорит. Судя по сюжету, мы с ним как-то знакомы. Мы с ним должны быть вроде большими друзьями. Должен хотя бы со скидкой это всё предоставлять. То есть я ему там, не знаю, 8 ящиков с оружием должен поставить, чтобы одно кольцо получить. С Take- ger Quest. Субтитры сделал DimaTorzok Выдерёвая над полный облегчение, и за руганируешься с оружием. Принаправленные ручки может быть, и я не могу сломать, Субтитры сделал DimaTorzok и она полностью нанитась. Субтитры сделал DimaTorzok Это было не так, что у нас так не увидев. М fine, а у нас рекомендуют. с другой стороны, ладно, хоть какой способ фарма есть а то ведь можно было бы вообще по 100 галды фармить так-то она скоро, мне кажется, 50% затребует еще за свое участие самая чистая, блин, в мире деревня не, ну, знаете, что-что, а выглядело как пицц руфель на в мире деревня? нет, надо все-таки, надо поехали и поехали не зря же мы конопу порисусим больше выкрутить, да не выкручиваться больше я уже максимальную поставил, она просто больше не может накинуть и линию и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Душа зомби есть, можно идти плавить В этот раз душ зомби нападало больше чем остального Делаю сколько сделаю Делаю 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 Ну да, можно закупать сразу Четыре, подожди, сколько? Пять Пять Парм? Пять 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 и сюда обратно приходится бежать по этой комнате если не надо было обратно бежать фазером маны не хватит какой-то белкой которая может быть простреливает сразу простреливает по одному дамажу знаю что то чем расстреливает не простреливает она капец недалеко ищи по одному тоже глину теперь мы же назад Здравствуйте, Лола! А вот ничего смешного, между прочим, серьезный фарм прайс-полит. Серьезный бизнес, я бы сказал. За один заход такой 27000, потом назад опять бежать. Вот. Быстрее ли это? О, ни хрена не быстрее. Даун то что тут и геймплей топовый. О, ни хрена не быстрее. 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 О, ни хрена не долетели до меня. Они не долетели, да? Да, они не долетели. Выходной уборщицы, пацаны. Все и назад. Мы пытаемся выбить. Мы деньги фармим на кольцо, чтобы лучше фармить. Ничего необычного. Мы выбиваем дух из зомби, чтобы из них, чтобы их расплавить на кастеты, а кастеты продать. Заработать на этом денег и купить кольцо. Которое позволит еще быстрее фармить. Необычно. А, так, подожди. Я еще не добрал монетками. У меня новости от Зулиуса. Хочу посмотреть. Да, конечно, посмотрим. Кажется, есть такой монстр, который может заходить в зеркала. Я думаю, было бы здорово, если бы тебе удалось заполучить душ этого монстра. Да, да, было бы здорово. Мы побутали 9 душ в зомби, и теперь можем сделать из кастетов медные кастеты. Вот так вот. Ну, тут, когда монстров убиваешь, есть шанс того, что с них выпадет душа. Душу можно потратить на то, чтобы улучшить оружие. Или для того, ну... В общем, для улучшения оружия можно потратить. А оружие можно либо продать, либо использовать. В общем, душа — это деньги. Денег требуется много. Вот это кольцо, которое можно купить, оно увеличивает шанс того, что с моба будет падать душа. Поэтому я фармлю деньги для того, чтобы купить сюда самое кольцо. Ну и почти уже, почти уже всё. Буквально разок скулисосить осталось. Такие вот дела. Можно, кстати, пистолет ещё продать сразу. Ну вот, кстати, кольцо и куплено. Да не, вы смотрели, там типа серый зомби. Серый зомби выходит. Ну что, чат, я нас поздравляю. Мы это сделали. Поджиратель в дух кольцо повышает шанс поймать душу. Денег снова нет. Я снова нещеброд. Минус защита, минус здоровья. Плюс... Погоратель душ. Долго делали. Ну, так, порядочно. Ну, не особо вроде долго. Пойдём сравним, как теперь души падают. Ради чего мы старались. Ну, сейчас-то с каждого бомжа просто должна душа упасть. Не знаю. Пош, я упала всего одна. Вообще ни одной не упала. Чё-то попахиват налюбил вам каким-то. Какой разницу чувствуете? Что я купил кольцо за 300к. Всё, теперь... Теперь будешь спать с этой мелодией. Я вот вообще не чувствую, что как-то сильно повысился шанс дропа душ. Скайриме у тебя пылесоса нет. С них пылесосить зомби. Под деревню дураков. Так я левел-то не поднимаю. Чё мне? Экспы слишком мало тут удаётся. Босса я не ваншотна. Чайная домохозяйка получается. Чувствую, он есть. Теперь на пистоль надо нафармить, получается. Теперь-то я быстрее фармлю, как видите. Сейчас пистоль куплю и пойдём дальше, получается. Надо собрать 9-9-9. Ни одного зомби в Канохе не останется. Душа волков быстро падает. Он душ и волков быстро падают. Ухт. Пришл. Ах. Ах. Да чё, дед? Чё делать? Я, между прочим, на кольцо нафармил. Мог бы порадоваться за меня, дед. Теперь видишь, как души летят. Как не в себя. Что там, кстати? 7, 4, 9. Ну вот волки нападали, а что-то... Минимум ещё две души зомби надо полутать. В той деревне в данный момент морячком. Так, ещё одна душа зомби. На Валькири за тесте? Ну вот, да, надо бы. Бичкуинов. Так, кто-то мне должен... Кто должен? Кто определённо должен, Лола? Пылесошу бичкуины. Блин, да мне дух волков падают по КД. О, зомби упали. Теперь там можно... Теперь можно идти барыжить. Взрослые люди всегда могут же? Да, взрослые люди очень даже могут. Я бы даже сказал, что взрослым людям даже надо иногда договариваться. Иначе какие же они, простые люди. Так. Я хочу купить. Только у меня денег нет. Твою мать. Только у меня денег нет. Я беден. Беден, как церковная мышь. Это всё равно покупать всё. Кастеты куплю. Для начала нужно первую портию оружия продать. Стал играть, как они задумывались. Да. Так, собственно, это с финалки, мне кажется, ещё. Всё веяние финалок. Йоку улыбнулась мне. Эта подруга влюблена в меня по ушам, я тебе точно говорю. Ага. Ага, так хорошо. Увы, ты скоро всё-таки снизойдёт до того, чтобы поговорить с Тянкой. Возможно. А, не точно. Так. Большой он, значит. Так. Теперь мне нужно купить. Мне нужно купить у тебя цистусы, секиры. Это же клейморы. Клейморы подождут. Клейморы и... Бедная кастеты. Пожиратель 150. Кастает реально скидки? Да. Боюсь представить, сколько бы там было без скидок. Наверное, мне бы всех денег мира не хватило. Пожиратель стоит 300к. Соответственно, продать можно за половину стоимости. Наверное. Не увидел, сколько там продажа. Не пылесосил зомби, считай, не играл, короче, в Кастлване. Я считаю. Если-ка день назад Йока помахала мне рукой. Ага, это хорошо. У меня сегодня распродажа. Блин, как думаете, у них что-то случится все-таки по итогу? Так. Беревый топор продать. Большая цель 140. 50 тысяч. Ты вернулся, Тхорь. Но, Тхорь, с возвращением. Наконец-то ты вернулся. Сколько можно было уже ждать? Да, Тхорь. Тхорь. 50, блин, тысяч. Надо старый пистолет продать. Минус 30 в плюс 1 приехать. Да, все тает. Почки набухают. Как там ходят твои почки? Набухли? Так. Опаньки. Пошли фармить серебряным пистолетом. Почти отвалились. Почти на букве. Почти отвалились. Головой Цума Йока Мэйда. Она называется Трепко Кун. Надеюсь, они с Йока лучшими друзьями станут. Включат осталось нафармить. Последний раз на хилке. И можно идти. Пистолет есть. Кольцо есть. В принципе. А я могу вам выходной дать уборщице. Это все не то. Слишком медленно. Блин. Петровна! Куда идти? Ну, дальше по сюжету. Как Путианку позовут. Кто знает, как зовут Путианку. Персифона точно. Персифона! Персифона! Видал тхоль, какой у меня топовый геймплей? У меня есть тянка-уборщица. В костюме тянки-уборщица. Есть пылесос для фарма. Между прочим, учитывая то, что я нафармил на кольцо, можно и предложение сделать. Можно и в конце игры будет кольцо отдать. Больше там не пригодится, наверное. Ну, это не точно. Можно улучшить легальные лоли. Не знаю, пока не забанили. А раз не забанили, получается легальные. За нелегальных лолей в последний раз я улетел в шадоу-бан. Тут вон стримля. В ангуре, что просто категория на твиче с этой игрой настолько где-то глубоко и спрятана, что... Есть у меня подозрение, что кроме меня в этой категории особо-то никого и нет. Быть пара человек еще. Может быть, я вообще один. Ядрить, смотри, как падают души. Ну все, пошел фарм. Что там, чат есть кто-нибудь? Я один, да? Поэтому твич никогда не узнает, что я тут стримлю. Заменит мой прирост популярности. Так-то, между прочим, ядрить эту игру со дна поднял, наверняка. Вставляйте, чат. Была игра на самом дне. Ноль зрителей, ноль просмотров. А теперь вот мы здесь. Теперь эта игра обошла многие игры на твиче. Уже голова болит. Держись, солдат. Мы почти закончили. Не падать духом! Это испытание, через которое должны все пройти, чтобы познать зен и преисполниться к основанию. Двадцать третьем на твиче двадцать второе. Но поднял же. Благодаря вам. Мы вместе это сделали. Мы сила, ёпта. Кстати, а если там зайти... Ядрить аж на ловелап нафармил. Насосал на уровень. Если там зайти, наверное, сейчас в раздел видеозаписей, там наверняка мои даже видосы будут. В этой игре. Там хайлайтики обычно топовых стримеров. Ну, так как почти наверняка, кроме меня, никто не стримит. Я попаду в топ. Один канал на испанском. Но это на ютюбе. Забавно, если на всем ютюбе еще только всего лишь один стримит. Это притча точно никого. Бля, жизнь не будет прежней. Еще один стример, да? Вот, видите, ладно, я не один. Нас много. Димитрыску стримить. Среди Димитрыской. Да, наверное, хотя не знаю, не особо, говорю, желанием. Так, ну что, получается все, наверное, да? 9, 9, 9, да, все, можно идти продаваться и идти дальше. Может быть, единственным из 7,8 миллиардов человек, кто ее стримит. Но у нас как минимум трое какой-то чувак на ютюбе испанец. Какой-то чувак на твиче еще. Так что у нас целых 3 лола, как минимум. Выслушай меня. Сегодня знаешь Йока и я, как бы, нахуй глаза встретились. Ага, это хорошо. Глаза их встретились сегодня. Больше восстанавливать главгерою здоровье. А ты подумай, как тянка может восстановить тебе здоровье. А твиче тот испанец? А, он на рестриме в типах. А, испанец на твиче. Можете зайти, передать ему привет. Апа. Так. Нам нужны кайморы, нам нужны секиры. Так, только один стример Кословании. Да. А, у меня и так и 9. Я ничего купить не могу. И это очень мило, Лан. Очень мило. Я сказал, невероятно мило. Невероятно мило. У меня новости от Джулиуса. Хочешь послушать? Да, хочу, конечно. Так, посмотрим. Есть рычаги, которые реагируют только на удар молотом. К сожалению, Джулиус не объяснил, зачем это нужно. Ясно. Ну, ты помогла, конечно, как обычно. И Джулиус, вот как все Дамаск на Джулиусе. Моя работа здесь, блин, завершена. Совет я дал. Больше его никто не видел. Туча, все, конец фарма. Дальше дивное приключение впереди. Много людей. Ну, блин. Больше одного. Два человека уже толпа, как известно. Так что, стоит недооценивать. Потанцевал. Двух людей. Два человека, между прочим, это уже много. Правда, только не для Лолы. Нужно минимум четыре. Но стримера, вроде бы, одному хватает. Так, все идет продавать. Закупаться хилками. Выслушай меня. Йоко улыбнулась мне. Эта подруга влюбила... Эта подруга влюблена в меня по уши. Это я тебе точно говорю. Ага, ага. Он все-таки к ней не зайдет, я понял. Так, продаем фальшона. Продаем боевые топоры. Продаем... И вот, опачки, 115к. Прекрасно. Так, покупаем хилки на все. Сильные хилки. Что там еще, может быть, полезно снимает порчу? Не знаю, что такое порча, но куплю тоже. Противоедий куплю. Там есть, там есть. Это куплю. Это куплю. Это куплю. Что еще могу купить? А все, больше ничего не могу купить. Да, больше ничего не могу купить. Так, ну все. Дело сделано. А теперь попробуйте сделать так, чтобы эта мелодия перестала играть у вас в голове. Прощайте, мистер Хаммер, да. Пробуйте уснуть, чтобы она не играла у вас в голове. Так, что там, лазер-шмазер получил. Плюс душа, кстати. Плюс душа, кстати. Ну, то есть, я должен где-то этим самым лазером-шмазером сейчас вымутнуть. И сломать какую-то стену. Вопрос, куда мы идем? Где стена, которая ломается лазером? Что это вообще за стены, которые должны ломаться лазером? Ну, вон, ниже что-то есть еще. Здесь вот, да? Блин, ну там в лаборатории закрыты двери. Я не знаю, может быть, если они ломаются, лазером простреливаются. Зайти, проверять. Черт. Так. Сначала сходить направо. Так, сейчас душу попрут. Так, не знаю, где ты понял... Магерга-то. Ну, прям там такие стены не ломаются. Блин. Что тогда ломается? Что тогда ломается? Черт. Ну, возможно, да. Пойдем тут посмотрим, что. Клин тоже не ломается. Я, конечно, нафармил все. Кроме того, что... Вряд ли лазер... Вряд ли лазер испаряет воду, да? Если так подумать. Какие-то были каменные стены. Фармить Франкенштейна. Фармить Франкенштейна, конечно, благородное ремесло. Ну, не думай, что его душа мне поможет. Что-то еще может быть. Это свина, кстати, дух вообще не падает чуть. Прям отчаянно не падают. Так. Значит... Ведь сверху ни хрена нет. Вот... Дальше справа наверху закрытая железная дверь. А что было вон там справа, где... Где темненькая. Вот тут выше. А что там было? Видишь, какие-то двери были... Закрытые. Закрытые. Ну, давай. Сходим посмотрим с жарким лазером. Теперь это душа этого самого гробница же, да? Сейчас ПКД должно дропаться. Кстати, бешеная морковка, точно, они говорили, что бешеная морковка это имба, если ее зафермить. А тут вода, с которой я ничего не могу поделать. Схвала есть только, дабл шот, дабл шот и от ствола. Что-то, слышите? Мандрагора дропнулась. Да, вот я тоже что-то не чувствую, не ощущаю. Всего я последнюю с пылесосить. Так. Отбрасывает монстра. Кстати, оно сильнее это не станет. Уровень один из одного. Типа, дальше нет смысла даже вторую душу. Вторую душу нет смысла пытаться слутать. Выглядит она вот так вот. Отличная Мандрагора. Вряд ли лазер что-то издевает здесь, да? Это же. Входу я все равно не прохожу. На 129. Кстати, нормально она бахает. На 160. Солидно, солидно. Так. Ну то есть там вода, а сверху стена, которую не могу пройти. Там лаборатория, которую я тоже не могу пройти. И где на карте еще какой-то проход остался? В этом клятом саду с растениями я все еще босса не убил. Потому что не могу до него добраться. В лаборатории две стенки. Босс у меня же все еще не пускают. Франкенштейн идет. Какой сюжет? Какой сюжет? Ну как бы уже сюжет. Всего лишь понять. Повернуть. Да давай спалери уже. Точка слования. Я пока не вижу. Вариантов. Просто не совсем понятно куда лазером стрелять. Надо еще сто пятьсот часов поиска сюжета. Надо найти не сюжет. Надо найти место куда выстрелить лазером. Потому что там же вообще ничего не сказали про лазер вообще. Куда он? Чего он? Кого он должен разрушать? То есть вроде бы логично, что нужно куда-то взрахнуть лазером, шмазером. Там где была битва с динозавром можно забрать какой-то ключ с помощью замедляющего падения доспеха. Ааа. Так блин, а подожди, я аж назад не поднимусь. Там же башня типа порушилась после этого моба. Окей. Давай попробуем поискать. Лазер просто атака, ничего не делает. Кайф. О, кстати. Время фармить этих челиков, чтобы с них полутать душ, которая дает еще больше дроп душ. Я. Ну что? Я. Типа тут наверх ещё проход есть. Мобец упал. Это дичь, из которой никак не повзаимодействовать. Давайте, давайте, души, дропайтесь. И тут нужно... Мобец упал. Блин, нормально он не нацикал. Да выделовался. Ну я как бы нафармил местные символы, если подумать. Мне нужно теперь по разрушенной башне подняться назад. А мои аптечки-то здесь закончились. С другой стороны это шкастывание, бэктрекинг это норма. Ты поднялся один раз на башню, соответственно, у тебя статуи дорожатся. А если ты не долетел? Ты играешь с того же разработчика? Ну потому-то... Потому-то... Потому-то не играю. Хочу вот в Волдскул. Говорят, там было хуже. Кидай, кидай свою башню. О, аптечка. Что получается? Время проверить шанс дропа. Давай, черек. Должен просто уронить и духу сейчас. Прямо вот сейчас должен уронить его. Уже пора. Уже должен был уронить. Держу тебя в курсе. Уже должен был уронить. Я должен прям душу сейчас фармить как не в себя. Не? Или это все неправда? Это все обман. Ленидритти, конечно, жирный. В архи-уборщицу. Вообще, она эволюционировала из обычного пылесоса, вплоть до уборщицы. Че-то я прям прям не вижу что бы этот. Уже, знаете. По-хорошему должно было две души дропнуться. вот прям по-хорошему за 300 тысяч есть шанс что даже твой пылесос эволюционирует тянку а оно тебе надо пылесос он безотказный а тянки выделываются много голова там у них болит платишь-то им надо а пылесос ты как бы достал и фармишь знаете говорят спину ли умножить на 0 то будет 0 может быть конечно кольцо и удваивает шанс дропа души но если он изначально равен нулю то пенициллин покойников не лечит получается да так что подумай надо ли она тебе главное с тягой пылесоса не переборщить вон ткори опытный ткори знает можешь обращаться так сказать удваивать шанс дропнуть игру отдаешь такой 300к а оно как душа как не фармилась так и не фармится короче да ты да я ну сука получается вот сюда налево я почему-то думал что в эту башню уже нет смысла возвращаться для того потому что она порушилась новым ну да вполне себе есть со временем привыкает мощности так и запишем путь самый душный босс был у него 2 кузнечик кузнечик на мосту ну да вот он ключ включат башни красно а тут еще и телепорт великолепно как говорится ларчик то просто открывался вот не уверовал я чат не уверовал то что можно здесь что можно здесь путешествовать после разрушения башни оказывается можно вообще-то к столу вания до мой косяк естественно можно видимо у туда и был колюч который открывает да вот эта часовня и бой а все идем дальше так можно стоп старт сделать на записи